Доброго здоровьица! Сегодня я на прогулку забыл взять свою видеокамеру. Ну просто спустился и сразу же то-сё и на прогулку. Поленился подниматься. И вот, как бы сказать, видосик. Видосик не состоялся с прогулки, но тем не менее, что я вам хочу сказать. Вот мы там разбирали последние там два дня. И то, и сё там. Что я хочу сказать? Знаете, можно, конечно, разбирать всякое. По-всякому относиться к другим человекам, к людям вообще. И в частности, к жизни. Ну вот я занимаюсь гравитационной гимнастикой. Что меня радует, это то, что вот... Даже трудно как-то высказать. Вот каждый человек находит свой собственный путь. Свой собственный путь жизни, что там ему встречается на его пути. Это отдельный разговор, не менее интересный. Не менее интересный. Всё, что встречается ему на пути, это не просто так, что-то случайно там случилось и ушло. Нет, это, можно сказать, продолжение того, что раньше было и прочее, прочее, прочее. И, как бы сказать, забегаем вперёд. Я вот вам хочу сказать, что я занимаюсь вот этой гравитационной гимнастикой, которую придумал Анатолий Иванович, самодумал. Упражнения простые. Пять упражнений. Дожим ногами лёжа. Дожим руками лёжа. Штанга на поясе. То есть, ты буквально-таки тот же дожим, только по-другому. Конечная фаза тяги штанги. Самая, можно сказать, последняя. И съём штанги со стоек. Можно так сказать. Сколько ты сможешь снять. То есть, всё простое до безобразия, понимаете. Но, тем не менее, тем не менее, самодумал Анатолий Иванович, умудрился разглядеть нечто такое во всём этом простом. И настолько эффективное, что просто поражаешься. Поэтому я рекомендую вам посмотреть видео, как-то оно называется. Ну, короче, набирайте самодумал Анатолий Иванович. И там видео в Магнитогорске, съёмка была. Она длится два с лишним часа. Я рекомендую вам посмотреть, чтобы вы, знаете, взглянули на жизнь. Не просто вот, что тут нам показывают. Родился, умер, какие-то гены. Что-то там мы там делаем, вооружаемся и так далее. Жизнь это вообще многомерная, многоуровневая вещь, в которой, можно сказать, там всё есть. Всё есть. Более того, мы просто не можем этого взять. Вот. А занимаюсь я на тренажёре его ученика Кривых Сергея Прокопьевича. Вот. Ну, что сказать. Я уже о спине говорил. Вот. Вот. После того, как вы просмотрите вот это вот видео, кому интересно. Понимаете? Вот есть разные видео. Есть видео хи-хи-ха-ха. И всё. И на этом всё дело закончилось. Хи-хи-ха-ха. Повеселились. Нажали лайк, майк там, что-то там поставили. Всё. А есть видео, которые, знаете, какие-то такие открывающие, какие-то такие философские, которые вот действительно, знаете, вот жизнь чуть ли не с первоосновы где-то вам так пытаются показать, насколько вы это всё возьмёте. И вот в частности, я, понимаете, удивляясь, вот я человек из глубинки, как умудрился вот дойти до таких вот вещей. Потому что всего много. Можно было там как угодно увлиться. Ну вот меня потянуло больше на развитие силы. Развитие силы приобрело несколько иную. То есть ты не ту силу развивал. Надо совершенно иную силу развивать. И вот только, можно сказать, как-то на этот путь там встал. Хотя тут уже большая часть жизни прошла. Но тем не менее. Просто поражаешься и думаешь, действительно, а с какой-то ты планеты сюда залетел. Даже такой вопрос интересный ставится. Но это вы поймёте только после того, как посмотрите вот это вот видео в Магнитогорске «Встреча с Самодумовым». Вот. И состоялось совсем недавно, там не знаю сколько, недельку назад, пять дней назад, наша беседа, а как раз сегодня у нас понедельник, неделю назад, совместный стрим с Александром Молчановым. Он там сценарист, человек его, тоже непростой человек. Его заинтересовали, знаете, люди, которые чего-то как-то вот, как-то откуда-то они вылазят и получается вот, а как ты на телевидении действительно очутился? Кто там тебя знал? И тут трах-бах, и ты на телевидении потом тебе не стало. Ну и так далее. И вот состоялась беседа, совместный стрим с ним. Я смотрел, думаю, ну мне интересно. Вот называется. Значит, вы набираете сценарную мастерскую Александра Молчанова. И здесь будет 191 видео Малаха Геннадий «Путь целителя». Но я бы не сказал, что это «Путь целителя». Это в целом путь, вот мой, как бы сказать, путь. И Александр, конечно, не все мне бы хотелось раскрыть. Просто-напросто то, что задавалось, то я и отвечал. То есть раскрыть человека – это вообще сложная задача, потому что каждый из нас многогранит. И по-хорошему, и по-плохому, и по-черно-белому, и вообще там, и по-очень-высокому, и т.д.т.п. Это жизнь человека, и сам человек – это, как говорится, отдельная песня. И вот я смотрел, знаете, вот, мне было интересно. А вот на другом канале, как будут меня смотреть? И вроде как вначале там где-то две тысячи, ну, более-менее нормально, там, для первых двух дней. Потом, допустим, что-то на этих двух тысячах остановилось, остановилось, другие видео, которые он делает, значит, они набирают больше. И у меня так вот сложилось мнение. Вроде бы очень была интересная беседа, очень такая живая, хорошая, знаете, вот. А просмотров мало, ну, неужели как-то вот самостоятельным, взрослым людям этого неинтересно? И даже сложилось такое мнение, что, что я говорю, запись делаю. А нет ли такого ощущения, что просмотры скручивают? То есть у меня вот и на канале есть такое что-то, что как-то мой канал, знаете, под каким-то таким колпаком не желает, чтобы он что-то такое полезное делал. Вот. И Александр ответил, очень похоже на то. Ну вот, сегодня понедельник. И я думаю, ну да, я еще там посмотрю, что там такое, как. И вот смотрю, 11 тысяч шестьсот семьдесят восемь просмотров. Семьдесят два комментария. Вот это меня, знаете, порадовало. И я вам хочу. Люди мне тут высказывают на моем канале. Да ты там в Москве был, да ты там то и сё, да пятое, десятое. И, знаете, вот, трудно даже сказать. Вот создалось у них мнение, вместо того, чтобы посмотреть канал хотя бы. Знаете, вот, когда какое-то мнение о человеке имеешь, для того, чтобы лучше его узнать, да посмотри, что он там на канале делает. И уже поэтому можно как-то судить. Нет, что-то там, знаете, даже ты не смотрят. Возможно, там что-то одно посмотрели, а больше там какие-то там суждения каких-то людишек, которые пишут там в интернете что-то там такое, не зная, не понимая. И, ну, просто это. И вот те люди, которые просмотрели, они оставили комментарии. И я хочу вам почитать эти комментарии. Вот Любовь Зайцева, один день там назад, она написала замечательное интервью с Геннадием Малахом. Приятно было послушать. То есть есть такие беседы, которые действительно приятно послушать. Вот как мне там некоторые там вещи с самодумовым, с другими там людьми. Было приятно там читать, слушать и так далее. Что-то вас облагораживает, а не просто, знаете, какую-то ерунду. Второй. Ну, тут Изя тут, он так что-то ответил. Никому уже на свете я не верю. Ностальгия постучалась в мои двери. Ну, это его. Дальше. Иван Версов. Умный мужик, жаль, что тронулся умом. Хороший видос. Ну, умный мужик, хороший видос. И жаль, что тронулся умом. Где, что, чё, как. Ну, знаете, я еще там смотрел, вот такая группа есть, Slate. Она была сейчас уже, новый состав. И там у них как раз лидер. И он там примерно написал следующее, или книгу выпустил так вот, ну, что я так краем уха слушал. Что невозможно в нашей жизни оставаться, знаете, вот каким-то умным, разумным и так далее. Где-то лучше быть немножко тронутым умом. Потому что в нашей жизни, вот так вот, невозможно. Ладно, так, так, к слову. Так. Вячеслав Малышев. О, доброго здоровица. Любобытный дядька на самом деле. Ну, человек, когда познакомился, он уже по-другому судит. То есть, для него это что-то, как бы сказать, открылось. А, видали, то, сё делает. Следующий. Далла Джолевы. О, вот это гость. Человек сделал сам себя, а теперь помогает другим. Респект. Каждый человек из нас может сделать сам себя. И просто тем, что он сделал сам себя, вот так вот интересно, с выдумкой, с прибаутками, шутками и прочим-прочим, он уже как-то облагораживает мир. Далее. Леонид Воробьев. Да-да. Геннадий Малахов, специалист по народной медицине. Писатель-телеведущий. Путь целителя, как путь джедая. Интересная беседа. Интересная беседа. Да, и в целом, вот, знаете, где-то получается вот интересная вещь, если вы заинтересуетесь самодумовым и так далее. Это, скорее всего, возможно, даже джедай был списан с его образа. Всего, вот этого, всего, так сказать, персонажа. Очень интересные там высказывания. Так, далее. Лариса Алекс. Увлекательная беседа. С большим удовольствием послушала. И много нового узнала для себя. Один час сорок две минуты с лишним. Человек слушал и был доволен. Если вы хотите действительно вот как-то, ну, окунуться в такую какую-то совсем иную атмосферу. Вот, я советую слушать вам интересные беседы. А тут она еще так, вроде как, на энергетически таком повышенном уровне идет. Юлия Ежова. Спасибо, Александр. Потрясающе. Геннадий Крут. Миша Курилюк. Геннадий очень умный человек. Было приятно его слушать. Кругом дети, вот, я уже в видео, говорят, а это не вы там про огурец и лечение геморроя рассказывайте. Вот это вот уровень. Уровень большинства. Все. Они дальше не видят, что это за человек, что он там ходит и так далее. О! А вот на машине поехал. Йоханый Бабай, а откуда же он деньги взял? Наверное, наворовал. Игорь Аринин. Очень хорошая информация. Нужно будет воспользоваться. Мне очень понравилось видео. Заложить что-то такое, очень полезное в эту беседу. Чтоб можно было ее, к ней возвращаться, просматривать. И можно кое-какими вещами воспользоваться. Так, Карина Лунная. А мне он всегда нравился. Пусть не профессионал. Но видно, что человек из народа и всегда с душой. Я, значит, не хочу сказать профессионал, не профессионал. Там есть такое понятие. Если человек занимается самообразованием, он становится профессионалом. А если он получил диплом, и только, а, диплом, а, диплом. А сам себе не может помочь, как некоторые там в Википедии обо мне отозвались, а потом люди решили посмотреть, а что ж это за человек там какой-то обо мне отозвался. А оказывается, он на 60-м году уже умер. А что ж вы себе не могли помочь на Стелла? Как всегда очень интересный гость. Я считаю, что надо всегда прислушиваться таким людям, как Геннадий Малахов. Что, о чем я говорю? Я говорю, стараюсь говорить разумные вещи. Не более того, разумные вещи. Без каких-то перегибов, без каких-то, знаете, там, фанатизма. Так, база отдыха жемчужная, Днепропетровск. Ага, ага. Все просто из-за коммерции, или, может быть, Малахов просто слишком много хочет. Не знаю, чего там он хочет, что там-то такое. Много хочет. Знаете, хотеть можно многого. Но важно показать, что ты этого достоин. И если ты этого достоин, это будет у тебя. А если ты, знаете, хочет, а ничего не делаешь, ничего не будет. Так, дальше. Джоин, дай Бог всем крепкого здоровья. Ведь мы все живем на одной маленькой планете. Мы живем на одной маленькой планете. На самом деле наш дом, целая вселенная. И об этом, и об этом, вот когда действительно раскрывается наше сознание, мы начинаем смотреть на жизнь совершенно иначе, как на такое волшебное путешествие, что просто, просто, знаете, даже фантастики не хватает. Так, ютубер. Интересный собеседник. Думаю, через экран может любого вылечить. А вот тут-то, через экран вылечить любого. Дело в том, что мы с вами наживаем болячки самостоятельно. И для того, чтобы вылечить заболевание и не быть никому должным, вы должны сами понять причины и следствия. И воздействие на это вы должны измениться. Инга, румянца. Всегда приятно видеть качественный и правильный контент. Вот что достойно трендов. Многого стоит. Знаете, не глупляющий какой-то вот эта беседа. Не раздражающий, а вот к чему-то такому призывающему, доброму, светлому и даже, возможно, благоприятно воздействующая и на нашу жизнь. Я даже не говорю на здоровье. Она на нашу жизнь. Как-то ее облагораживает. Это дорогого стоит. Так. In the land of Magnolias. Впервые вижу этого целителя. А что и у правду крутой. Меринда. Полезной оказалась информация, прозвучающая в видео. Методы лечения впечатляют. Это не столько методы лечения. Я не предлагаю... Знаете, меня сбили вот, начиная с телевидения, сбили вот на эти рецептуры и так далее. Я говорил не о методах лечения. Я говорил и продолжаю говорить о работе над собой с целью того, чтобы вы убрали те изъяны в вашей жизни, прежде всего в вашем сознании, для того, чтобы не появлялись на этих изъянах то или иное заболевание. Так, фонд Ле. Отличное видео с Геннадием Малаховым. Мне бы очень понравилось. Спасибо. Александр Тимофеев. Замечательный получился диалог. Посмотрел видео с огромным удовольствием. Вот это огромное удовольствие, это уже и создоровление. Потому что удовольствие, оно поднимает нас эмоционально. У нас больше энергии становится. А это очень такие вещи, знаете, чтобы вызвать подъем удовольствия. Это не просто так сделать. Не просто так создать такую интересную волну эмоциональную, чтобы людям, вот вводя в ее резонанс, это им понравилось. Так, Аннушка Шинде. Спасибо, с удовольствием послушал разговор. Сашко Кармата. Много спортивных моментов, конечно, не принимал бы все за чистую монету. А, много спорных моментов, извините, много спорных моментов, конечно, не принимал бы все за чистую монету. И не возражаю, не возражаю. Вы знаете, иногда бывает так, что это может быть действительно спорный момент. Иногда бывает так, что вы просто его не понимаете. Вы еще не дошли до этого. Что это-то такое? Поэтому тут всякое можно быть. И действительно так и надо относиться к любому феномену, который вы встречаете. Со всех сторон его смотреть, что там спорное, не спорное, что можно взять, что можно опустить. И для себя что-то оставить. Так, Саша Велосипедов. Это действительно круто. Спасибо вам, Александр, за ваши материалы. Они всегда очень кстати, всегда в тему, как специально. Действительно круто. Велосипедов. Не просто. А Саша Велосипедов. Так, Жары. Жарковис. Отличный подкаст. И вы провели очень умное предложение. Мне понравилось. А, предположение. Так, дальше. Руслан Береза. Геннадий Малахов. Специалист по народной медицине. Писатель, телеведущий. Путь целителя, как путь джедая. Интересная беседа. Спасибо. Так и есть. Александр Кураев. Нет уж. От такой нетрадиционной медицины я воздержусь. Лучше по старинке таблеточки. Пожалуйста. И это. Это ваш выбор. Ваш выбор. Так, опять-таки. Что я доношу? Я доношу то, что. Практически любое заболевание. Вот мы были здоровы и так далее. А потом только раз какое-то заболевание. Есть следствие каких-то наших просчетов в жизни. Каких-то наших несовершенств. Которые мы с вами породили. И наша задача. И это привело к болезни. И наша задача. Это убрать. А если мы таблеточку глотнули. У нас все это там вроде прошло. На какое-то время. Причина-то не убирается. И опять все это вызывает. То глотайте таблеточки. Пока желудок не испортите. Марина Петрова. Интересное интервью у вас получилось. Узнала много нового для себя. Огромное вам спасибо за видео. От меня лайк. Много нового. Так. Оксана. Геннадий Малахов мудрый и интересный собеседник. И вы знаете. Я не хочу. Вот как некоторые говорят. А. Смотрите. Он только оставляет вот эти все комментарии. Которые его там хвалят. А все что там это. Он там убирает. Я до этого с подобными людьми беседовал. И те кто давно на канале знает. Я беседовал и так. Я беседовал и так. Я беседовал и так и сяко. То есть. Как там свою точку зрения отстаивал. Аргументирование. А в основном шло без всяких аргументов. Что мол вот ты виноват. Ты плохой. Ты слесарь. Ты такой сякой. И все. Мол. А. И плагиатом занимайся. И все. Больше ничего. Что в чем как-то. Поэтому я таких людей удалил. Так. А вот. Риттер Фленск. Один день назад. Болтун. Привет. Ваш собеседник. Лишь рекламирует всякие лекарства. И все. И он. Типа уже. Сцелитель что ли. Ага. Видите. Вот только что. Вот смотрите. Я привел мнение различных людей. И оказывается. Вот такой вот. Комментарий. Он как бы сказать. Перечеркивает все те мнения. Все те мнения. Перечеркивает все. Что мол. Те люди. Оказывается. Они. Они. Ну. Умственно отсталые. Они. Не могут. Ничего не взять. С этой беседы. Ничего не это. Рекламируют всякие лекарства. И все. Посмотрите. Где там реклама. Вот. Что я вам только до этого сказал. Я. Стараюсь сам. С собой работать. Над причинами и следствиями. Которые порождают болезни. И убирать их. А вообще стараюсь работать над причинами и следствиями. Которые тормозят мой путь развития. И стараюсь все это меньше сделать. Для того. Чтобы я быстрее шел по этому пути. Это так. Просто как бы сказать. Одна из грани. Человека. Любого. Ага. Так. Андрей Ланда. Этих говоронов хлебом не корми. А дай им поговорить. Андрей Ланда. Ну вот. То есть. Ничего не вынес. Считает. Что это все. Ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля. Но это его мнение. Так. Мария Кэт. А ведь самое главное. Что. Чтобы помогло. Целительство людям. Так. Далее. Людмила Руб. Руба. Очень интересно. И любопытно послушать. Известного. Умного. Человека. Совсем другое мнение. Совсем другое мнение. Я сомневаюсь, что вот эти люди, которые так вот высказались. Они все просмотрели. Так. Что-то начали. Ага. Да. Все. Макс Руденко. Ого. Давненко. Я не слышал Малахова. Спасибо за интервью. Сергей Смолонский. Прикольный дядька. Ну конечно треш. Но забавный. Давно его не видел. А так было забавно его посмотреть. Для некоторых это забава. Да. Ну забавляйтесь. Хотя бы в этом настроение поднялось. Так. Тола Шнизер. Интервью получилось очень даже интересное. Лайк. Пенни Тратов. Как-то так. Давно не видел и не слышал Малахова. Даже скучал по его передаче. Интересно было его послушать у вас. Кому-то интересно. А кому-то это все. Все, как говорится, до лампочки. На передачи. Это не моя собственность. Это передача Первого канала. Это коллективный труд. На который приходили специалисты. И по народной медицине. И специалисты по официальной медицине. Все это комментировалось. И так далее. И так далее. То есть, знаете, тут не одна, как бы сказать, дуда дудит. И все. И это там. Ага. Так оно и должно быть. А разные мнения сопоставлялись. Говорились. И уже можно было как-то что-то самому выбрать. Мэлло. Мамаса. Редко такого слышишь. От слесара до телеведущего. Кто такой путь прошел. Интервью с Геннадием Малаховым. Приятно было послушать. Потрясающе. Геннадий Крут. Спасибо. Сергей Сергеев. Давно не видел и не слышал Малахова. Даже скучал по его передаче. Интересно было его послушать у вас. Сделали. Так. Денис Захаров. О, Геннадий. Куда-то он запропастился. Давно о нем ничего не слышал. Интересный выбор гостя. Так. Интересный выбор гостя. Потому что. Вот. Действительно. Выбор гостя. Интересен ли этот человек. Или неинтересен. Вот. Александр Волчанов решил меня выбрать. Потому что. Я уже говорил. Что давно он хотел это сделать. И послушать. Те или иные моменты. Которые как раз в этом интервью и были озвучены. Так. А вообще-то я. Видите. Как говорится. Здесь на ютубе присутствую. Дмитрий Добрый. Ого. Какого вы отыскали и позвали в гости. Так. Андрей. Стамолов. Давно не видел Малаха. Уже подумал. Он отошел. Отдел. Все-таки его передачи. Всегда меня смешили. Вы знаете. Вот если бы это была моя передача. Вот как здесь вот. На ютубе. Это тут я. И я понимаете. Только вот действительно смешу. Но там на первый канал к нам приходили народные целители. Профессиональные медики. Дипломированные. Приходили гости. Приходили так сказать там болящие. Приходили выздоровевшие. Разного рода. И если бы один был бы я. Можно было бы сказать. Да он там Ваньку там валяет. Смешит. А что остальные люди тоже там смешили. Вот такой вот интересный комментарий Андрея Стамолова. Так дальше. Лучшие отрывки из фильма. Не особо верую в народную медицину. Хотя слышал что многим подобное лечение пошло на пользу. Я уже рассказывал. Есть народная медицина. Официальная медицина. Так далее. Так далее. Так далее. Так далее. И мне лично. Я думаю и вам. Наплевать по большому. Какая это медицина там будет. Главное. Если вы к ней обратились. Чтоб вы были здоровы. Они просто отнесли свои деньги. И сказали. Тю-тю. Мы сделали все что могли. И о какой медицине я разговариваю. Так. Сергей Берестов. Спасибо автору. За оригинальное видео. Получил массу положительных эмоций. Приятно видеть качественный и правильный контент. Вот это важно. Что все что там мы говорили и так далее и тому подобное. Для кого-то это смешно. Для кого-то еще как-то. Приятно видеть качественный и правильный контент. Мемный чувак. Ого. Самого Малахова позвали. Прогресс налицо. Велес. Мне нравится Малахов как ведущий. Очень умный человек. Интересно было послушать интервью. Какие разные мнения. Елена Ф. Великий и ужасный. Много лет вещал нам с экрана. О здоровом образе жизни. Приятно было послушать. Хорошо. Великий и ужасный. А этот. Так. Интересно как он исцелял. Надеюсь не огурчик. Как некоторые. Это сталкер написал. Уже сам Александр ответил. Про горцу он тоже рассказал. Коротко это не было. Хантов. Ну сегодня вы прям порадовали Геннадия Петровича. Интересный человек. Спасибо. Перевал. 51. Не всегда народная медицина помогает больным. Не всегда вообще медицина помогает больным. Но это не значит что нету средств которые помогут. Для исцеления человека. Настоящее исцеление человека. Надо очень много знать. Много уметь. И правильно настроить человека. Чтоб он к этому сам пришел. И исцелился. А не то что вы что-то за него сделали. Грубо говоря. Ага рука болит. Раз. Отрезали руку. Все. Не болит. Не болит. Ну и давай. Эмин 1966. Спасибо автору за хороший интересный видео обзор. Той Дуен. Как-то встреча была очень интересная. Много полезной информации. Мне очень нравится это видео. Показать ответ. Николай пишет. Вполне вас поддерживаю. Интересная информация. Думаю много. Многие ею воспользуются. Видите. То есть не просто там. Тра-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля. А что это. Можно использовать. Для улучшения качества своей жизни. Зоя Зоя. Вау. Малахов на ютубе. Я на ютубе с. 2011 года. Вот практически как ютуб. Появился. И буквально там через полгода. Месяцев через 9. И я уже там был. Там надо работать. А как работать. Я вначале не знал. Вот более-менее. Что-то сейчас. Такое там. Делается. Но. Ютуб это такая вещь. Которая. Которая. Свою. Крутит. Пластинку. Привлекая. Всех ютуберов. Это не просто так. Король Евгений. Помним эти. Дикие передачи. Про исцеление. О. Отличный отзыв. Дикие передачи. Передачи исцеления. То есть человек даже не вник и не понял. Что там на передачах творится. А я уже до этого. Уже достаточно рассказал. Полина Поспилова. Перед началом просмотра. Не ожидала. Что видео будет таким интересным. Много нового узнала. Интересный собеседник. Думаю. И через экран. Может любого вылечить. Жду еще выпуски. И выпуски будут. Чтобы я стал еще интереснее. Это будет года через два. Чтобы я сам себе стал еще более интересен. И когда я сам стану себе более интересен. Это будет еще совершенно иная информация. На канале у Александра. Ну а вы, уважаемые посетители. Практически ежедневно можете меня лицезреть. Астротево. Очень хорошее видео. У вас выходит нормальный контент. Не просто контент сделать. Чтобы действительно его смотрели. И так отзывались. То есть 72 отзыва. Мария Амила. Хорошее интервью. Очень хорошо. Александра Яковлевна. Специалист по народной медицине. Это отлично. Я бы сказал. Больше специалист по здоровому образу жизни. Татьяна Полоска. Интересный сюжет. Жду новые выпуски. Это тогда ко мне на канал. Новые выпуски. Так. Влад Комаров. У каждого ведь есть свой путь к успеху. Правильно оцененное видео. Правильно оцененное. Вот как тут написали. Вот посмотрели. Что у вас то. Что у вас это. Что у вас компьютер. Что у вас тут мышки. Что у вас там часы. Что у вас вот этот вот самый тут дорогой планшет. Измеющийся в продаже. И то пятое, десятое. И мне так плохо стало. Я вот чувствую себя. Что вот очень плохо чувствую. Я же ответил. И я же такой был. И я же такой был. Ребенком говорил. Увидел, увидел там что-то такое. Говорю. Мамка. Да купишь ты мне вот эту вот игрушку. А у нее денег не хватало. Говорит. Пойдем, пойдем сынок отсюда побыстрее. Это, как раз, была концовка 50-х годов. А я тогда и говорю. Эх, мамка. Вот когда я вырасту. Я своим детям все куплю. А для того, чтобы купить, вот что надо сделать. В первую очередь, правильно самообразоваться. Любить знания. Любить их применять, чтобы это не отличалось. И тогда дело пойдет, пойдет, пойдет. И можно вот это все, что вы видите, и купить и детям. Вот так-то путь к успеху. Но я даже как-то не считаю, что это такой успех. Я только, вот сейчас мне исполнится 20 сентября, 66 лет. Я только ума набрался и разобрался в этой жизни. Как надо жить. На что надо обращать внимание. Как взаимодействовать с обществом. По большому счету его сторониться. Так, Александр Холсон. Геннадий Петрович обладает одним очень хорошим, на мой взгляд, талантом. Он умеет донести относительно сложные вещи, очень простым языком, совершенно понятным для простого человека, неискушенного в медицине, неискушенного вообще в жизни, понимаете. Любят какими-то терминами там шпарить и так далее. Все должно быть просто ясно, чтобы вы представляли, что вы над собой делаете для того, чтобы стать лучше. Я даже не говорю выздоровеешь, стать лучше. Так, Сергей Ястребцев. Почти два часа. Солидное такие интервью вышло, хотя Геннадий Малахов личность довольно-таки известная. И может рассказывать множество интересных фактов и историй. Так что два часа вполне себе нормальная длительность. Можно было говорить еще и больше, и больше, и больше. Но, но, важно, чтобы перегруза не было. Гульфия Федотова. Неожиданно для меня раскрылся знаменитый Малахов плюс. Люди даже не знают, кто такой вот смотрит на зубы. Зубов там нету, ага, там лысые, пятна какие-то там белые и так далее. Оказывается, талантлив почти во всем. Очень добрый и позитивное впечатление от интервью. Это самое важное. Позитивное впечатление от всех этих видосов, которые я делаю на канале. Александр, спасибо. А возможно ли интервью с психофизиологом Юрием Щербатых, автором книги «Искусство обмана». Книга очень увлекательна. И с посылом помочь порядочным людям защититься от зла и обмана. Я же у вас есть. Я же у вас есть. Кто вам еще нужен, чтобы защититься от зла и обмана? Зло и обман никогда вас не коснутся, если у вас не будет соответствующих качеств на зло и обман. Просто им не за что эта информация будет за вас зацепиться. Это самое основное. И видите, кратко, емко и без всякой лишней книги. Так, показать ответ. Нет, записался, я посмотрю. Спасибо. Ага. Вот Александр читает. Алекс Лаврик. Алекс Лаврик. А кто тут у нас в гостях? В сценарной мастерской Молчанова. Так это Геннадий Малахов, который почти два часа рассказывал нам, в том числе и о народной медицине. Мы правда его запомнили по рекламе бальзамов, телевизоров. Лайк за беседу. Спасибо. Кстати, у меня есть рассказ про первом олимпийском чемпионе по штанге Иване Удодове, который можно положить в качестве сценария к удивительному фильму, рассказывающему о судьбе этого человека. То есть я вот тут вырос. Он родился совсем недавно, недалеко, в Глубочке. Где-то лет в 14-16 попал, был угнан немцами. Был там, по-моему, в Бухенвальде. Его уже вынесли 28-килограммового. Все, человек уже туда уходил. Это было в 45-м году. А в 52-м он стал олимпийским чемпионом по штанге. Вот это вот сценарий. Ну, никому это не надо, никого не интересует. Вот там что-то стрелялки, пулялки и так далее. А что вот действительно, когда человек, знаете, кремень, и как это вот все через это проходит. То, что он пережил, нам и не снилось. А я уже написал о нем вот этот вот рассказ. Я не могу об этом даже говорить. Там такие вещи, что у меня слезы наворачиваются. Евсевий Амелия. А как было забавно его посмотреть. Не всегда народная медицина помогает больным. Давно его не видела. Всегда приятно видеть качественный и правильный контент. Уже хорошо, качественный и правильный контент. Увлекательная беседа, с большим удовольствием послушал. И много нового узнала для себя. Дело в том, что мы несколько вообще неправильно относимся к медицине вообще. Что вот она, вот мы тут, знаете, вот набузили. Она должна нас вытянуть. Народная, официальная. Хоть какая. Она должна нас вытянуть. И все. Бузить не надо. Для того, чтобы вас не вытягивали. Так, и Андрей Воробей. Пока вы сидели в социальных сетях, другие зарабатывают деньги. И порой даже большие деньги. Неверие в собственные силы утверждает, что вы способны прожить за копейки. Которые вам, как собаке, кость кидает начальник. Это я оставлю без комментариев. То есть, озвучил, а вы уже рассуждаете, как хотите. Вот такая вот получилась интересная у нас с Александром Молчановым совместный стрим, который вы можете посмотреть. 72 комментария, 11678 просмотров.